Доклад, который я сегодня вместе с Сашей Оленевым буду рассказывать, показывать здесь на сцене, содержит в себе как бизнес-часть, потому что, на мой взгляд, она очень важна в понимании векторов атак, так и наброски тех практических моментов, которые могут вам, и скорее всего, встретятся и будут интересны как хакером, как исследователем в области автомобильной безопасности. Меня зовут Андрей. Мы с Сашей работаем в automotive-компании, которая занимается connected-car решением. Также свой опыт разработки и работы с железом мы выливаем в массы с помощью курса разработки устройств на микроконтроллерах под названием Techmaker, это community. Соответственно, если вы увидите бойцов с такими футболками, знайте, это наши выпускники, как знак качества. И вот перед вами пример того, как выглядит современный автомобиль. Большинство из вас, и я в том числе, воспринимаем его как какой-то конкретный бренд. Я не буду называть конкретно автомобильные марки, но вы понимаете. Автомобили там – ойота. Автомобиль – и я. Автомобиль – ада. То есть на самом деле компоненты то, что мы называем одним словом, одной маркой, естественно, являются нерабочим кликером. Спасибо, заработал. Являются результатом работы целого ряда поставщиков. Это, соответственно, структура поставок автомобильных компаний. Многоуровневая структура. Вот наша компания является tier one поставщиком для OEM автомобилестроителей. Соответственно, выглядит это следующим образом. Есть несколько уровней поставщиков, которые все это завозят на завод. Завод делает то, что мы уже можем называть как автомобиль. Причем завод может вообще ничего не производить, но делать крупноузловую сборку. Пришло там 8 частей автомобиля, собрали, и это уже называется не 8 частей автомобиля, а автомобиль юридически. Далее идет логистика и, собственно, дилерская сеть, куда уже приходит человек и покупает этот автомобиль. Зачастую то, что находится после момента, когда человек купил автомобиль, автопроизводителя не интересует. Это уже головняк дилера или даже там СТО. И здесь, собственно, выделяется уже 4 вектора атаки. На поставщиков, на, собственно, OEM, на цепь доставки, логистики и aftermarket cards. Я уверен, большинство из вас, когда, если вы действительно шли на этот доклад сознательно, то вы думали, здесь будет речь именно о вот этой части, четвертой, aftermarket. Действительно так и будет. И на воркшопе мы как раз ее будем касаться. Но давайте посмотрим на то, что можно добыть в этих трех предыдущих этапах. Итак, поставщики оборудования, естественно, содержат определенный исходный код. Он хранится именно там, не на заводе зачастую. Что это за поставщики? Например, компания Melexis разрабатывает чипы у нас здесь в Украине, которые содержат в себе аналоговую цифровую логику и прошивку, которыми управляет, ну, не знаю, например, стеклоподъемник. Это компания Luxoft, которая разрабатывает софт для IVI-системы, инфотеймент-системы в автомобиле. Это уже интереснее, я буду давать на это отсылки. Соответственно, дальше завод, на котором есть инфраструктура, где хранится, я не знаю, документация на все оборудование, которое к ним приходит, поставщикам, где хранится документация, там, жгуты проводов и прочее. Возможно, где-то из этих поставщиков, либо у ОИМа, есть мастер-ключи от брелков. Вы же хотите иметь возможность приехать к дилеру и сказать, ребята, я потерял ключ, но эта машина моя, дайте мне новые ключи. То есть должен быть механизм, да, этой замены. Если вдруг это какая-то супер-классная тачка, и там компоненты автомобиля общаются по зашифрованных каналах, на самом деле такого практически нет. То должна быть определенная инфраструктура для хранения этих ключей. Потому что вы же захотите карбюратор, там, я не знаю, какой-то блок автомобиля поменять. Правильно? То есть он должен заменить ключик там. Хорошо. Диагностическое оборудование. Я уверен, если вы владелец автомобиля, вы приезжали на СТО просто для того, чтобы у вас перестала гореть эта гребаная лампочка, check engine. И снять это могли где? Только на СТО с помощью такого планшетика с интерфейсом там черно-белым. Он тоже есть у дилеров или тех, которые логистикой занимаются. Дубликаты ключей, инженерные коды, которые позволяют перевести автомобиль в режим обновления прошивки либо замены тех или иных запчастей. На четвертом этапе aftermarket у нас появляется совсем другой вектор атак, который уже ближе нам знаком с вами. Это управление автомобилем с помощью прямого либо непрямого воздействия. Я имею в виду физическое воздействие. То, о чем вы, я думаю, понимаете, о чем идет речь. Это подключение к внутренним кишкам автомобиля. Там, я не знаю, фомка либо еще что-то. Это, не хочется говорить это слово, это копирование некоторых приватных данных. Ну, например, если вы подключаете телефон к инфотеймент-системе, она же по Bluetooth как-то получает адресную книгу. Вы же хотите знать, кто вам звонит. Следовательно, эта информация как-то по беспроводному каналу передается между вашим смартфоном и автомобилем. Я думаю, вы понимаете, что радиосвязь, она выходит за пределы кабины автомобиля. Хорошо. Плохо, но хорошо. Что говорят о безопасности такие именитые агентства, как McKinsey? Делают опрос. Я знаю, здесь, особенно завтра, будут доклады, где ребята делают бизнес на том, что предоставляют безопасность для клиентов. И они, как никто другой, знают, насколько это сложная задача. Убедить клиента о том, что безопасность стоит тех денег, которые они за нее просят. Это очень сложно. И вот результат исследования. Я думаю, все сразу заметили тенденцию всем откровенно наплевать на безопасность. То, что было на предыдущем слайде, говорило приблизительно следующее. Мало кто беспокоится о безопасности среди клиентов, имеется в виду владельцев автомобиля. И более того, они не готовы за нее доплачивать. Почему автопроизводители должны туда вкладывать деньги? Но на это есть ответ. Будучи CEO General Motors, я бы не хотел получить письмо, которое говорит, либо два ярда денег, либо все машины завтра утром повернут налево. Поэтому они задумываются, что же нужно делать для того, чтобы обезопасить автомобиль. Ну, во-первых, можно ничего не делать. Если в твоем автомобиле ничего нет, то ничего делать не надо. Это еще не все. Я сейчас покажу дальше. Это кажется, что это такое неочевидное. Но когда вы смотрите на дорогу, что вы видите? Реально, ланосы. Ну, я прошу прощения, там звучало как оскорбление. Хорошая машина. Она не напичкана электроникой так, как мы, возможно, того бы хотели. И большинство автомобилей, это может быть даже не автомобили, это вообще тук-туки, в которых там даже не на проводах, а на веревках соединена педаль, там и карбюратор или еще что-то. Это я к чему. Инновации, электроника в том числе автомобиля, она идет сверху вниз. То есть сначала в топовых автомобилях и потом все ниже и ниже. Одной из таких инноваций является кан-шина автомобиля, кан-бас. Controller Area Network. Это специальная шина, которая была разработана в 83-м году Бошем и внедрена позже, где-то в 88-м, в BMW 8-й серии. Ну, это те супер-супер спортивные автомобили. С этого времени этот слайд дан для того, чтобы вы оценили окно возможности. 88-й год внедрения кан-шины. Сегодня 2017-й. На дорогах у нас ланосы, у которых далеко не всегда есть кан-шина. Вы понимаете, да? Медленно нам все внедряется. Безопасность и Tesla, о которых мы говорим с over the air, обновлением прошивки, это не завтрашний день и, к сожалению, не послезавтрашний. Это лет 20-30, как бы мы того ни хотели. Да, автономные автомобили появятся. Да, Tesla уже ездит, но это не массовый рынок. Массовый рынок вы видите. Это Индия, Дели. Что еще интересного о кан-шине можно сказать? Там нет никакого шифрования. Сама по себе кан-шина – это, по сути, одноуровневая сеть, по сути, микросервисы, которые общаются между собой. Вот каждый сервис – это фактически большой блок электроники автомобиля. За ним закреплен один либо несколько идентификаторов, под которым он передает определенную информацию. И точно так же имеет возможность вычитать такую информацию из шины и использовать ее в своей работе. Идентификаторы могут быть 11-битные либо 29-битные. Сейчас эта роль не играет, просто позже мы на это будем немножко ссылаться. Как это выглядит? Два проводка, витая пара, либо дифференциальная пара. Суть заключается в том, что один и тот же сигнал передается по двум линиям. Если на них воздействует какое-то электромагнитное поле, то потенциал изменяется одинаково на двух проводах и разность потенциалов между ними сохраняется. Другими словами, если на одном было плюс 5 вольт, на другом 0, разница была сколько? 5 вольт. Теперь мы повоздействовали каким-то электромагнитным излучением от машины, соседней машины с смартфона. На одном проводе стало плюс 8 вольт, на другом плюс 3. Разница 5. Таким образом, измеряя эту разницу, вы можете получить единичку либо нолик. Зачем это нужно? Отсеивание помех. Внедрение кан-шины автомобиля позволило сократить вес автомобиля на 40 килограммов. Просто медь выбросили лишнюю. Как выглядит нода, модуль, который подключен? Состоит из трансивера. Это, собственно, небольшого микросхемы, которая что делает? Это интерпретирует вот эту разность потенциалов в единичку либо нолик. Далее, CAN-контроллер, либо микроконтроллер, в котором есть CAN-модуль, который формирует из этих единичек и ноликов фреймы, в которых уже содержится полезная информация. В одном фрейме может быть от 0 до 8 полезных байт информации. Это такая секундочка на размышление. Что же можно закриптовать? 8 байт. Разгоняйтесь. Хорошо. Чуть более крупный план. Как это выглядит в реальном автомобиле? Таких CAN-шин может быть несколько. Одна из них чаще всего выделяется под критически важные компоненты автомобиля. Что критически важно в автомобиле? Три вещи. Назовите мне их. Не-не-не-не. Давайте из элементов управления. Так, руль. Согласен. Еще. Педаль. Какая? Стоп-старт. Все. Три. Вот это фактически то, что должно работать. Хочу ехать, хочу стоять, хочу ехать налево, хочу ехать направо. Все. Понимаете? Вот эта вещь должна быть отделена от других вещей. Далее. OBD-разъем. On-board-диагностик. Требование для легковых автомобилей, чтобы автомобили, которые проходят сертификацию и продаются на территории Европы и Америки, обязаны иметь этот OBD-разъем. Грузовики и эти траки уже не обязательно должны их иметь. Это я к тому, что вот эти стандартные всякие OBD-приблуды, которые, наверное, если вы сюда пришли опять-таки расширить кругозор, а не просто начать его с нуля, видели. Вставил в OBD-разъем и видишь там у себя в мобильном приложении на смартфоне обороты двигателя. Так вот, этот разъем есть далеко не во всех автомобилях. Ну и далее, соответственно, все не особо важное. То есть комфорт, климат, подъемники дверей, центрозамок и так далее. Собственно, первый путь входа в автомобиль – это OBD-разъем. Он нам знаком, зачастую он никак не отгражден от критически важной коншины, где вот, собственно, педаль тормоз, газ и поворот, но должен быть разделен определенным гейтвеем, фаервол, который решает, какие данные ты видишь и что ты можешь отправлять туда. Напомню, должно, но нет. Вторая часть – приборная панель. Если вы видите у себя на приборной панели расход топлива, если вы видите там обороты цифровой датчик, если вы видите там уровень топлива и расход топлива, то так и знайте, ваш кластер, инструмент-кластер подключен к коншине. И, соответственно, можно найти те два проводка, по которым эту информацию каким-либо образом вытащить оттуда. Третья часть – это фактически любые компоненты, которые содержат в себе экранчик. Ну, например, тот же Климатроник, который может быть рядом. И самый важный – инфотеймент-система. Это Клондайк просто. В ней есть абсолютно все, что нам надо. Коннективити, Bluetooth, Wi-Fi, CD, DVD-разъем, USB-разъем. Крутится полноценная Unix-система. 3G-связь, симку можно вставить. Отлично. App Store на борту. Лепота. А еще что важно, полностью подключена к конбасу. О чем я вам говорил. Если вдруг вы захотите поинтересоваться, что же внутри QNX-системы, вы можете пойти по длинному пути, устроиться в компанию Luxoft на Automotive подразделение и узнать, как разрабатываются модули для QNX. Я же не могу вам прямо сказать, найдите чувака, и он там под пивом как бы все вам расскажет. Подключена к конбасу полностью. Это настолько архитектурно неправильно. Я думаю, вы понимаете. Система, которая имеет кучу разных коннектов наружу, подключена к критически важной сети автомобиля. Без всякого гейтвея. Настолько важно, что в июле 2017 года в США вывели законопроект, который говорит, чуваки, если вы не разделяете критически важные и неважные компоненты автомобиля, читай, нет сегментации, то ты будешь платить 8 штук баксов за каждый произведенный автомобиль, такой корявый. Пока это законопроект. Вдумайтесь, насколько это проблема в Automotive. Если на уровне законодательства вам говорят, вам нужен firewall, вам нужен прокси, обязательно, либо деньги, либо ай-ай-ай, больно, штрафы. Пока это лишь часть вот этого Spy Car Act 2017 года. Пока это еще не закон, законопроект. Но вы понимаете суть этой проблемы. Надеюсь. Пойдем дальше. То, что мы видим как завтрашний день, это системы, которые помогают водителю в управлении, помогают парковаться, либо сами паркуются, подъезжают к вашему смартфону, держат круиз-контроль, держат линию для управления. В будущем это все то, что перерастает в автономные автомобили и содержит очень большое количество разных беспроводных интерфейсов и сенсоров. Интерфейсов, я имею в виду, которыми вы подключаетесь, ну, так же круто по Wi-Fi, либо по трижи с мобилки подогнать к себе машину. О чем идет речь? Камеры есть для того, чтобы видеть, что происходит на дороге? Есть. Ультразвуковые сенсоры есть? Есть. Всякие лидары и прочие, которые работают на длинных волн, которые мы не воспринимаем своими ушами, глазами и так далее. Есть? Есть. Сенсоры, например, сенсор, который давление в покрышках передает. Он передает по беспроводному каналу. Есть? Есть. С уникальными идентификаторами. На все вот это можно найти вектор атаки. Как это выглядит? Один из самых интересных. Исследование февраль 2018 года. Как вы… Просто вот правая картинка. Все могут отличить перчик сверху и перчик снизу? Это болгарский перец, да? Или какой там? Bell pepper. Филипп Киркоров, да? Как бы снизу определенно. В общем, этот слайд, я надеюсь, будет доступен потом. Кто захочет, потом ближе можете рассмотреть. Вы разницы вот особенно сзади не заметите даже, правда? Ну кивните. Да, да, мы разницы не видим. Андрюха, расскажи нам, пожалуйста, что же там? Так вот. Три нейронки, которые натренированы на распознавание объектов, точно такие же, то есть или технология, которая кочует сейчас в автомобиле. Им показаны картинки. Что она видит? Там дерево, птичка и перчик. Внизу специальные, добавленные изменения, которые учитывают специфику работы нейросети. Вверху уверенность нейросетки в том, что это перчик, 99.9%. Внизу это уже что? Стрейнер. Это для выделения пятен или что? В общем, здесь уже что-то абсолютно другое с точностью 86,5%. При этом для человека эти изменения на картинке практически неотличимы. О чем идет речь? То, что мы называем искусственный интеллект, это тупое умножение матриц. Человеческому мозгу нет необходимости в 100 500 картинках туалета и далматинца, чтобы начать их отличать. Понимаете? Работает по-другому. И вектор атак очень непредсказуемый и очень интересный. Поехали дальше. Физический доступ к автомобилю. В принципе, вот этот слайд, я его специально не расширял, но это такой вот поверхностный план атаки на конкретную модель, возможно, производителя автомобилей. В первую очередь вам нужен физический доступ к тому, что вы будете взламывать, просто поиграться, да, там, попентестить. Автомобиль, либо его компоненты, электроника, IVI-система, инфотеймент, в которой можно поискать уязвимости. Подготовить пейлоады. Я покажу, как и с чем это делается. Далее, на небольшом расстоянии. Если вы возьмете свой смартфон, если он у вас не в чехле, и посмотрите на него сзади, то там под яблочком будет написано FCC ID. Далее двоеточие и какой-то ID-шник. Все знают, что это такое? Сертификация. Все, что есть где-то беспроводная связь, должно сертифицироваться. Что интересно, FCC держит даже фотографию кишок девайса у себя на сайте. Зная этот ID-шник, вы тут же знаете, на каких частотах, с какой модуляцией работает тот или иной сенсор, тот или иной модуль, то или иное устройство. После этого, точнее вместе с этим, вы берете SDR-плату, Software Defined Radio, плата, которая позволяет вам программно настраивать чтение и передачу в радиоэфир на определенных частотах с определенной модуляцией определенных данных, и начинаете пентест этих сенсоров. Сначала просто перехват, sniff, потом вы смотрите, например, фазингом, насколько этот сенсор, либо эта система реагирует на измененные данные. Переполнение ожидает 12 байт, передали 13 байт. Ожидает в таком рейнже значение, передали больше, что будет. Менее интересные, но тем не менее рабочие атаки это relay и amplification, атаки на ключи. Суть, я думаю, вы знаете. Есть автомобили, куда ты подходишь просто с ключиком, она, эй, 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 это ты, дверь открыта. Что будет, если возле этого ключика, который лежит у вас в гараже, поставить усилитель сигнала, правильно, машинка откроется. А потом проблема еще состоит в том, что после того, как она открылась и завелась, а сигнал пропал, она не останавливается. Она говорит, о, брат, у тебя батарейка села, наверное, езжай. И вот пока у тебя есть бензин, ты едешь. Касательно AI. Это интересная тема, я ее потихоньку так вот подсчитываю. Вы понимаете, пока она более теоретическая, но практические наработки есть. Здесь мне интересно несколько вещей. Первое, это вот этот пример, когда, если вы видели эту картинку, когда возле банана кладут какой-то стикер разноцветный, и вместо определения банана определяется уже тостер. Вот это, собственно, отсюда начались у меня исследования и мысли на эту тему, где я и нашел эти статьи. Атаки на компьютерное зрение будут, и они будут очень интересны. Представьте себе, что под знаком стоп висит просто какая-то белая бумажка, а все машины сходят с ума и уходят влево, когда подъезжают к ней. Материалы, которые абсорбируют на определенных частотах и определенные виды сигналов. Почему нет? Стелс-технологии только вот в быту. Знаете, где я это знаю? Когда спускаешься на велосипеде на трассе, то возле некоторых деревьев, которые с моряки, которые любят обнимать райдеры, вешают матрасы. И у меня такая идея пошла. Слушайте, а представьте, что я не на велике, а на машине. А матрас этот абсорбирует сигналы от автомобиля. Он же не заметит, что здесь есть дерево. Он поедет в него. Идем дальше. Удаленные атаки. Те, которые теоретически можно произвести просто сидя дома. Это бэкэнд инфраструктура. То, о чем я вам говорил. ОЕМ-производители, которые создают, собирают автомобили, они мыслят категориями шестеренок, блоков автомобиля. Они на самом деле на данный момент только-только осваивают разработку софта и работу с софтом. Когда мы приходим к таким заводам и к менеджерам, для них достаточно проблемно понять модель, когда они не владеют софтом, когда они берут его в аренду. Они привыкли, что я заплатил деньги, и я получил шестеренку. Это понятная модель. Плюс вот тот весь кромешный ад с самбами, XP-шками на производстве, Wi-Fi-ом незапароленными и так далее. Оно, естественно, там тоже есть. Over-the-air updates. Думаю, понятно. Получаешь туда доступ, если есть ключи на подпись, то далее CEO General Motors ждет письмо утром. App Store. Ключи шифрования. Пока о шифровании мало кто говорит. Есть данных внутри и данных там, ну, снаружи, понятно, там HTTPS и прочие вещи. Это, да, есть. Но о том, чтобы как-то обезопасить данные внутри автомобиля, пока речь не идет. Это дорого. Private Key Infrastructure очень дорогая и тяжело внедряется в автомобили. И я думаю, вы понимаете, сколько времени происходит между покупками автомобиля у вас. 5, 7, 10 лет. Вот фактически это и есть окно возможности. 7 лет, пока люди, большинство, купили автомобили, которые вот содержат электронику без каких-либо там защит. Это еще где-то 7-10 лет. Минимум. Хорошо. Что нам нужно для проведения пентестов и ресерчев в этой области? Коннекторы. Как-то нужно подключаться к проводкам. Скрутки, конечно, можно, но желательно коннекторы. Логические анализаторы. Логические анализаторы – это совсем небольшие приблуды. Выглядят они вот таким вот образом. С одной стороны USB, с другой стороны набор проводников. Опенсорсный софт. Linux, Windows, Mac. Подключаешься и видишь уровни сигналов. Почему говорят логические уровни? Ты видишь не на какосциллографе все переходные процессы и проще, а просто единичка либо нолик. Далее софт на компьютере просто собирает одинички-нолики и интерпретирует их в соответствии с протоколом. Но вы же знаете, что там коншина. Поэтому лучше взять конснифер. Работа с ним ничем не отличается от работы, например, с Вайршарком. С некоторыми нюансами. И, соответственно, софт, который это позволяет делать. Теперь конкретно инструменты. Linuho. Debian-based лучше всего. Kali Linux идеально подходит. Далее Socket Can plus Can Utils. Это набор утилит и драйверов для Кана, которые в свое время закомитил концерн Volkswagen в ядро ленухи. В ванильном ядре есть драйвера для Кана. Вы поняли, да? Ничего дополнительно ставить, считай, не надо. Вайршарк из коробки поддерживает Кан интерфейс, если вы его поднимете. Savi-Can. Это одно из тех приложений, которые мы будем вам показывать и демонстрировать завтра на воркшопе по работе с Кан-шиной. Его идея и суть заключается в том, что в отличие от, например, Ethernet или вообще IP, вы смотрите не на последовательность пакетов либо фреймов, а на ID-шник конкретного фрейма и данные, и как они в нем изменяются. Ну, то есть вам нужна не простыня данных, а условно один и смотреть, какие байты в нем меняются. Там график рисовать либо еще что-то. Почему? Если это датчик температуры, и он отсылает под ID-шником 18 во втором байте температуру, то он всю жизнь, сколько существует этот автомобиль, будет под ID-шником 18 во втором байте отсылать температуру. Все. Фактически реверс вводится к тому, чтобы определить, под каким ID-шником какие данные гуляют. Либо отловить по нажатию там на что-то, какой фрейм полетел. Где взять такой снифер? Собрать самостоятельно, либо купить готовый. Проблема покупки готового лишь одна. Они зачастую идут с какими-то проприетарными протоколами. Зачем, если можно за вот эту часть стоит 25 баксов, и сколько там может быть минут 20 работы с проводками и пайкой, и у вас готовый снифер с опенсорсной прошивкой. Вот это то, что завтра будут собирать ребята на воркшопе. На борту крутится операционная система реального времени, позволяет расширять, можно туда подключить GSM, модуль, интернет, Wi-Fi, Bluetooth, что захотите. Расскажем. Мы выбрали STM32 и, собственно, чип MCP2551, это тот CAN-трансивер от микрочипа. Ниже для тех, кто будет смотреть эти слайды, я дал ссылку на драйвер CAN, точнее вот этого протокола, SL-CAN, текстового протокола. Потому что этот девайс представляется как чар-девайс, текст просто шлет, ком-порт. И уже с помощью CAN-утилс вы мапите символьное устройство на CAN-интерфейс, ну на IP-интерфейс, к которому уже подключается Wireshark. Все, что есть в протоколе, описано как раз вот по этой ссылке. Как выглядит Wireshark вместе с подключенным снифером? Все стандартно. Слева время, протокол CAN, длина, ID-шник и, собственно, байты данных справа. Вы видите 8 байт, часть из них 0, часть из них данные. И ID-шники повторяются. Собственность наш снифер. Open-сорсный, open-hardware, 25 баксов. 10 копеек для сравнения просто по размеру, что он из себя представляет. Когда вы работаете с CAN-шиной, вы не сможете при всем своем желании ограничиться одним софтом. Вы постоянно будете искать, чем оно дорабатывается, какой-то сигнал, какой-то паттерн найти легче в одном софте, что-то в другом софте. Сразу хочу вас предупредить, мы пользуемся другим софтом. То есть SaviKan не является нашим инструментом ежедневным. Мы пользуемся проприетарной штукой. Она тоже самопальная, но недоступна публично. Ну, вот вам два примера. Слева Вайршарк, справа SaviKan. Вы видите, строят графики, как изменяются. Там вверху вот это черно-белое, это биты, что включено, что выключено. То есть такое непривычное представление для отображения пакетов данных. Или фреймов, правильно. Этим не ограничивается разработка. Постоянно сидеть в автомобиле не получается. Можно брать определенные блоки автомобиля, делать стенд, который эмулирует часть автомобиля и смотреть, как оно работает. Вот один из наших самопальных стендов. Спасибо, Саша. Это его разработка. Сейчас уже готовится вторая или уже даже третья редакция стенда. Что здесь? Здесь эмулируется зажигание, обороты двигателя, каншина, габариты, сигнал, релюшка, которая клацает, когда у вас сигналы горят, моргают. Понимаете? Ну и несколько блоков, которые градиентом залиты. Это, собственно, девайсы, которые подключены, с которыми играемся. Не всегда есть необходимость, это касательно коннекторов, напрямую подключаться к каншине. Есть возможность купить вот такие беспроводные кан-считыватели, кан-крокодилы. Вы кладете два провода и просто по индукционным, по электромагнитным полям, которые излучаются из этих проводов, снимаете сигнал. Не дымит, не пинится, не пригорая. И что очень важно, в дилерской сети никто не паникует, что вы провода зачищаете в новом автомобиле непроданном. Далее вы это все собираете в кучу и наслаждаетесь. Солнышко, лето, да, все на улице, вайфайчик раздали с офиса, ляпота. Но бывает и по-другому. В моем случае я сижу в холодном гараже, в мусоровозе, боюсь прислонить хоть куда-то мак, и из бардачка нашел два провода-коншины, которым подключаю сниферами и их, собственно, оттуда выгребаю. Это КамАЗ. Да, там есть коншина. Как выглядит пейлот? То есть вы нашли айдишник, нашли, что за данные там летают. Не знаю, что именно вы хотели. Возможно, вы там иммобилайзер хотите выключить. Мало ли. Как это выглядит? 33 строчки. 33 коровы. Здесь, по сути, работа с сокетом. Вы открываете сокет, только вместо там, я не знаю, Wi-Fi, либо как там, WAN 0, вы открываете CAN 0 интерфейс. И далее просто пуляете пакет, кулек, фрейм, и он улетает. Вот здесь вот внизу вы можете видеть, вы указываете айдишник, длину, фрейма, то есть сколько там байт полезных, и далее какую-то полезную нагрузку. Чаще в CAN-шине данные передаются с определенной периодичностью. Например, если это температура двигателя, она может там летать каждые 100 миллисекунд. То есть блок, который отвечает за считывание температуры, высылает ее в шину каждые 100 миллисекунд. Если вы хотите перебить эти данные, сказать ему, что двигатель холодный, прогрейся, то вы должны слать с большей частотой. И тогда все остальные устройства будут видеть ваше значение как истинное. Flat. Бонус. Что у нас со временем? Видели такую штуку? Как раз со временем у нас идеально. Видели такую штуку? Форды любят. Нет, никто не видел. Ну, короче, суть в том, что под дверью пять кнопочек, типа пин-код вбить. Вы поняли. Так вот, суть этим не ограничивается. Ребята реализовали очень интересную вещь. Скользящее окно. То есть, например, пин-код там 3, 4, 5, 6. И вы вбиваете 1, 2, 3, 4, 5, 6. Откроется. Скользящее окно. Те из вас, кто немного знаком с математикой, возможно, услышали знакомую последовательность. Называется это последовательность Дебройля, которая помогает как раз упаковывать вот такие паттерны в более компактные вещи. И вот здесь вы видите как раз последовательность, какие кнопочки нужно нажимать. Знающие ребята говорят, нужно порядка 20 минут, чтобы это все вбить. Вот эту последовательность, и машинка откроется. Это как небольшой бонус. Дополнительно, ну, ваша девушка, наверное, отблагодарит за такое мастерство ваших пальцев. У меня на том все. Спасибо. Это было потрясающе. Один момент касательно воркшопа. Я обещал. Сегодня я специально подумал, что, возможно, кто-то из вас там еще не решился, либо думает, а идти к этим чувакам или нет. Нет вообще, кто это такие? Я их первый раз вижу. Так вот, у вас есть еще время записаться на воркшоп. Мы выбираем из всего списка не по времени, кто когда зарегистрировался, а по результатам анкетирования. Выбираем не более 20 человек. То есть нас может быть меньше. Нам важно, чтобы то, чему мы вас научим, пошло на благие дела, насколько это возможно. И что очень важно, что это будет не просто как just for fun, мне нечего делать, было кофе горький, спикеры неинтересные, я пошел на воркшоп. Не идет. Именно поэтому мы до сих пор еще не вывели финальный список. У вас есть возможность зарегистрироваться. Сегодня на протяжении дня, скорее всего, где-то ближе к вечеру, мы разошлем имейлы всем, кто регистрировался, с указанием того, прошли либо нет, плюс список, инструкция того, что нужно установить, чем нужно прийти, чтобы завтра у вас все получилось. Как мы и предупреждали ранее, вам точно нужен Debian дистрибутив. Можно Kali Linux. С горем пополам он работает в виртуалке под Mac. Я знаю, просто для маководов это уже ад. Я решаю эту проблему очень просто. Вы видите мой Mac. Вот. Kali Linux расположен вот здесь. Так я решил проблему с тем, что Kali Linux не ставится на Mac нормально. Да, только Wi-Fi карту не видит, а так все залепит. Здесь просто… Кому нам нужна Wi-Fi карта в Kali Linux и под Mac? Глупости. Да. Теперь я готов к вашим вопросам, ребят. Мы тоже готовы к твоим вопросам. И у нас есть микрофон, поэтому кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Anyone? Вижу. Пока вы собираетесь с думками… Александр, одну секунду. Хочу анонсовать MentorMenty Session. Вы можете побачить опис этого захода в программе. Это будет происходить сегодня параллельно с квизом. Квиз играется тут, MentorMenty там. Запамятали, так? Чтобы идентификовать себя как человек, который готова делиться досвидом, подойдите к мне, возьмите такую червеную наляпку и носите ее. Написано Lamo. Написано Lamo, да. Лид. Если хотите идентификовать себя как початковцы, которые пришли за досвидом, вот такие штуки я раскидал там в зале на стоечках, або спросите у меня, я дал. Або просто приходите и задавайте вопросы. Спасибо. Андрей, такой простой вопрос. Вот Америка, законодательство, что это значит? Это будет новая версия КАН или это просто машины станут дороже? Ну вот предположение. Машины станут дороже. То есть речь идет о том, как работает автомобильная индустрия. Они имеют очень низкую маржинальность. То есть там маржа в основном уходит дилеру, который доп. аксессуары ставит. Сам автопроизводитель пытается экономить на всем. Именно поэтому они заказывают там разработку специализированных чипов, которые в дальносрочной перспективе, там за несколько лет пока подвеска, то что является собственно автомобилем, выпускается неизменно, вот они ее отбивают. И чипы эти содержат в себе сразу и аналоговую цифровую часть, как раз для экономии. Там нет такого вот как у нас, например, что мы взяли платку микроконтроллер, где есть куча разной периферии. Из нее мы там треть в лучшем случае задействовали, остальное висит мертвым грузом. Они это себе не позволяют, экономят на этом всем. И отсюда проблема. Там нет перспективы роста. Они не могут просто выкатить обновление, либо даже прийти перешить, чтобы оно все работало и шифровалось. Не говоря уже о проблемах с хранением ключей. Просто это в разы сразу удорожает. Например, если мы говорим о нормальном автомобиле в Индии, он стоит новый 4 тысячи долларов. Теперь на секундочку. 4 тысячи долларов. Если ты начинаешь внедрять туда хотя бы какой-то гейтвей, который начинает это фильтровать с апдейтами и прочим, пусть 50 баксов добавилось, 100 баксов добавилось. А теперь просто пересчитай в процентном соотношении, сколько это. Это уже как бы сдвигает его в продажах. Что это будет выглядеть? Да естественно эти косты уйдут на покупателя. Что тут еще говорить? Два вопроса таких. Первый. Можно ли где-то хоть с какой-то приблизительной вероятностью утверждать, что если машина идет там какого-то VIP-люкс класса, ну к примеру, Bentley, не знаю, то в пропорции эта стоимость разносится также и к заботе о безопасности во всех электронных принадлежностях. Ну к примеру, это фантазия. И вопрос сразу номер два. Ну есть же уже в Украине какие-то телепередачи, о том, где рассматривают, какие продукты лучше, и бренды там называют и так далее. Можно где-то посмотреть, обеспокоившись вопросом безопасности, какая машина надежнее, невзирая на цену, если пропорции нет. Отвечаю. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле очень правильный и интересный вопрос. Именно поэтому я, имея права, езжу на велике. Я абсолютно серьезно, не шучу. Первый момент касательно безопасности. Топовый Lexus, который продается в некоторых азиатских странах, содержит в своей комплектации коннектор в бардачке, где пять пинов, пять проводков. Среди этих проводков два проводка питания, два коншина и одна лин. По лин-шине вы обходите иммобилайзер, по коншине вы заводите, потому что там есть бесключевой старт, и получаете здесь же питание. Это сделано для доп. аксессуаров. Это все, что нужно знать о безопасности. Это топовая комплектация. Ну, одна из топовых. Вот Maxus. Теперь, продолжая. Это Lexus, это Toyota. Toyota. Toyota, это, вы помните, та компания, которая где-то там по династиям работают, харакиризы, если что, не получилось и так далее. Безопасность. Toyota. Что говорить о других? Идем дальше. Не все так печально, естественно. К сожалению, оно не идет вот так вот ростом. Скорее, я бы сказал, все, большинство автомобилей, которые позиционируются как топ, люкс и так далее, вот в этих вот лакшери сегменте, они, возможно, пичкаются дополнительными возможностями, но при этом они, я не хочу говорить подопытные кролики, но они не оттестированы рынком. Почему это происходит? Значит, маржа того же автопроизводителя кроется не в лакшери сегменте, а вот в этом массовом сегменте. Поэтому они защищают массовый сегмент от любых раскачек рынка. Проще теперь говоря, потерять вот долю рынка в лакшери много менее болезненно для автопроизводителя, чем потерять в массовом рынке. Поэтому в массовый попасть вот этим вот технологиям сложнее. Стоит комбайн. Прошивка залоченная. Нужно взломать. Стоит, сука, дорого. Ой, я прошу прощения. Стоит очень дорого. Обновление прошивки, разлочивание этих фич. То есть это один в один, да, как будто вам продали смартфон, в котором 128 гигабайт, но программно доступно только 8. Один в один. Все то же самое есть. В прошлом году на черном рынке и не совсем черном, на сером в интернете на форуме уже появилась прошивка с корнями где-то из Украины о взломанном Джон Дире. Джаки или еще кто-то там, их тьма. Подходишь, и тебе электрик спрашивает, а к какой коншине ты хочешь подключиться? И ты думаешь, а действительно, какой я хочу к коншине подключиться из этих 17. Спасибо за вопрос. Коншина, которая бывает в разной другой электронике, идентична ли она этой коншине? Это офигенно классный вопрос. Сама по себе вот CanBus регламентирует всего лишь доминантный и рецессивный бит. Здесь я думал вот того, помните, там негра в кепочке поставить. О чем это говорит? Вам нужно научиться передавать единичку и нолик каким-то образом. Будет это оптика, будут это голуби, будут это электрончики, фотончики, ионы, либо еще что-то, абсолютно неважно. И регламентируется фрейм. Вот что такое коншина. По сути это, что у нас там по модели оси, вот, там одни из низких, физически, транспортные, даже не до транспортного уровня. К чему я это веду? Коншина, которую вы видите всюду в остальных этих, работает точно так же. Разница может быть, например, в напряжениях. В автомобиле это 0,5 вольт, а может быть там 0,12 вольт, либо 0,3 вольта, это не принципиально. Либо биполярная, минус 3 вольта, плюс 3 вольта, минус 5, плюс 5. Где еще используется коншина? Коптеры. Повсеместно сейчас. То есть то, что вы видите, там DJI, особенно там самосборные коптеры на Pixhawk, они все летают и на борту у них коншина. Коншина в медицинских девайсах. Коншина в современных переклюках последнего поколения в этих шоссерах. Велосипеды. Экономят на проводах тоже и оказывается эффективно. Не на проводах, а на тросиках. Да, да. Именно коншины вы на Википедии прочитаете, как выглядит фрейм, и как он что видит. Я даже не решал составить, потому что это для самостоятельного обучения очень просто и понятно. Более интересно, как автопроизводители запихивают туда данные, и как они там пытаются их прятать, например, за теми же диагностическими кодами и всякими режимами отладочными этих модулей. Еще? Вы сгадывали микроконтроллер СТМ-32. Я студент військой политехники, мне нужно сделать разрыхунку по этому микроконтроллеру. Что вы можете мне порадить? Читай на спине. Нет, если серьезно, это хороший выбор. Я очень рад слышать, что у нас в львовской политехнике работают с СТМами. Это круто, это класс. То есть это ARM микроконтроллеры, которые сейчас повсеместно используются, и даже важно не то, что это именно СТМы, а то, что это именно ARM, а не какие-то восьмибитные архитектуры, которые доживают. С чего начать? Ну, тяжело сказать. Начать с чтения литературы. Курс, особенно если вы в Львове, то вообще вам не вариант. Мы только в Киеве. Касательно литературы. Мы учились сами. Учился я, вы учились с Сашкой, и теперь учим других. Вот как это у нас заработало. Андрей, спасибо. Вы сказали в какой-то момент, что по соображениям безопасности, имея права, ездите на велосипеде, но уже после этого очень кстати вспомнили о велосипедной электронике. Так вот, я хотел спросить, в курсе ли вы, как человек, следящий за современными тенденциями, что буквально где-то месяц назад Шамана заявила о том, что скоро выйдет у ее трансмиссии Ди-2 беспроводный вариант, и ожидаете ли вы, что в связи с этим появятся какие-то попытки… Ну, вопрос на самом деле не юмористический, потому что на той же трансмиссии Ди-2 ездят где-то на Tour de France с соответствующими призовыми фондами и так далее, поэтому как бы business was where it's the money. Вот хакеры тоже идут туда, где есть деньги, поэтому… Офигенно классный вопрос, спасибо. Именно вот Шамана, я даже не называл, Шамана Ди-Ай, которая вот, трансмиссия, о которой я говорю. Да, есть самый банальный, примитивнейший способ джемминг. Вы встаете просто под горкой или еще где-то и просто глушите сигнал направленной антенной, следящей вот за велосипедом. Это, опять-таки, это я говорю из-за того, что мне кажется осуществимо, то, что я знаю осуществимо с теми же автомобилями, как перехватывают, например, challenge response в ключе автомобиля. Почему нет? Заглушить можно всегда. В данном случае заглушить означает выключить, означает помешать спортсмену. Для ребят Tour de France, шоссеры гоняют, очень важно экономия энергии человеком, ног, вовремя переключиться и быстро переключиться. Если вы ездили на велосипеде, когда вы переключаете передачу, то есть какой-то лэг между моментом, когда щелкнуло и моментом, когда цепь перескочила. Вот шамановские трансмиссии, именно вот эти топовые, они позволяют мгновенно, ты только касаешься кнопки и у тебя цепь тут же перескочила на нужную звезду. И усилие не идет. Да. И у вас нет рваного усилия на цепь и на шатуны, и, соответственно, ваши ноги не проваливаются. А это вследствие экономит вам, во-первых, силы, во-вторых, эти, как они, судороги в ногах. Поэтому да, вполне вероятно, почему нет, если беспроводной интерфейс, джеминг, запросто глушить. У нас еще есть время на один вопрос. Так, ну там сзади. Тут были первые руки, давай. Да и впереди были руки. Давайте. Вы потом сможете найти и Сашу, и Андрея. Доброе дня. Пытание больше по безпеце, скажем так. Раньше вважалось, что террористы выкористовывают бомбы. После известных подействий 9.11 стало, что выкористовывали еще и литки. Подии буквально пару лет тому показали, что выкористовывали еще и автомобили. А, что вы считаете, вы кархакинг, в принципе, возможно, выкористание самое для террористичных силы. По-перше, давайте на русском уже продолжим. Спасибо за вопрос. Очень часто даже среди коллег, среди ребят, с которыми мы плотно общаемся, вот этот вот подмена понятий хакинг и взлом. Хакинг – это не взлом. Здесь я старался не упоминать в терминах вот именно взлома, полома и так далее вот этих вот плохих вещей. Хакинг – это когда ты можешь что-то сделать в обход того, как система работает и сделать это клево, классно и эффективно. Например, если мы видим, что можно к существующим автомобилям, в которых там мизер электроники, добавить что-то, что человек и так покупает, там, автосигнализация, и добавить ему функционал, который есть в топовых моделях BMW, то мы это делаем. Вот о чем идет речь. И для этого нам нужен реверс-коншины. Если мы видим, что есть возможность атаки там на поставщика, и особенно, если это просто крупный аутсорс, где девочки спамят просто регулярно в скайпе, придите к нам на собеседование, ты можешь попасть и получить соответственно исходники, и знаешь, какой там кремешный ад творится с постоянным сменом людей, то ты начинаешь защищать, ты начинаешь говорить, типа, ребята, смотрите, там проблема, надо защищаться. Ребята, которые стоят у вас за спиной, они напрямую работают с автопроизводителями и предлагают им инструменты для защиты. Вот о чем этот доклад. Он именно о хакинге в терминах оптимизации, в таких терминах. Для чего может использоваться? Но давайте говорить как бы откровенно, что нужно для того, чтобы инициировать взрывчатку? Сигнал, любой сигнал. Это может быть там просто сила сигнала либо что угодно. Это может быть звук, это может быть время. Ну, говорить просто о том, что автомобиль, электроника автомобиля под это отвязана, да камон, да намного проще как раз взять просто снова-таки раз уж мы заговорили за Тойоту. Что самое, какая самая продаваемая модель Тойоты в Африке? Как? Вот этот пикапчик, знаете, где еще в CNC-генералах было в игрушке. Ладно. Короче, небольшой пикапчик. В фильмах часто показывают сзади, вот ставят там шестистволку либо еще что-то и едут вот на ней. Но они до сих пор самые продающиеся. Там нет коншины. Причем эти машины никогда не приезжают на регулярное ТО. Они остаются там в пустыне перестрелянными, обстрелянными. Вот это ситуация в Кении. И возникает вопрос, что мешает, если мы уже говорим о таких вот сценариях, что мешает в это же корыто вставить просто кусок взрывчатки, подключить к нему простые часы, которые там по времени взлетают и не париться никакими там GSM-связями и прочим. Ну то есть фильмы отдельно, как бы о реалии отдельно. Инициировать взрывчатку можно чем угодно и совсем не обязательно для этого коншина автомобиля либо вообще беспроводные интерфейсы автомобиля. Другое дело, если в Tesla батарея, которую можно как-то перегреть и там, чтобы она расплавилась. Сомневаюсь. Nissan Leaf тоже сомневаюсь. Спасибо. Саша, попрошу тебя... Я обращаюсь. Буквально коротко. А якщо дистанційне керування автопілотом, то ни нахера той автопілот. Давайте мы продолжим эту дискуссию потом. Jeep, помните? Ситуацию с Jeep'ом, помните? Атака на мультимедиа-систему backend через подсеть мобильного оператора находили IP-шники, через которые попадали в IVI-систему Jeep'а, из которой попадали в коншину и далее запускали там всякую билиберду. Например, там на скорости... Что? Нет, не в фильме, это в YouTube уже несколько лет. То есть я к тому, что это уже реальный сценарий и Jeep уже там почесал репу, что с ним делать. Я боюсь даже комментировать. Ну, то есть на уровне фантастики пока. Спасибо, спасибо. Спасибо вам за вопросы. Просто хотела, чтобы вы поаплодировали им обоим, поэтому давайте еще раз. На самом деле большую часть железа я это не устану говорить. Сашка уже давно перерос меня в части вот железа и разработок, которыми мы занимаемся. И весь этот конснифер, который вы здесь видите, это полностью его разработка. Там моих может быть только начало прошивки, с которого это все начиналось. Все остальные это его идеи. И именно вот этот вот парень как раз шарит, что и как делать с реальным автомобилем. У него там на счету сколько у тебя уже машин похаченных по всему миру? Порядка пяти десятков разных моделей, потому что у них у всех все отличается в разных уголках мира. И именно вот в первую очередь с Сашей мы сейчас идем к Виталию Брагишу, который тоже стоит в этой футболке, который спонсирует свой автомобиль Ford Mondeo. И вы не подумайте, что он на молдавских номерах, потому что Виталий молдаванин. Он был на молдавских бляхах еще до того, как это стало трендом. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...